всех приветствую мои родные любимые сердце вам дорогие веганы христолюбчики и все кто попал на это видео у нас с вами сегодня пятое оправдание или пятый вопрос людей убивающих животных и поедающих трупы о том почему они не хотят становиться веганами почему потому что веганство не является полноценным питанием давайте поговорим об этом когда мы думаем обо всех ужасных вещах которые мы делаем с животными мы предполагаем что наверняка должно быть веское оправдание тому почему мы так невероятно жестоко к ним относимся существует мнение что нам нужен животный белок и кальций из коровьего молока но можем ли мы получать все эти вещества из растительной а не из животной пищи ответ на этот вопрос можно найти в докладах американской и британской ассоциации диетологов это эти крупнейшие научно-профессиональные ассоциации по вопросам питания сша сша великобритании и великобритании и обе ассоциации однозначно заявили что веганское растительное питание является полноценным здоровым и безопасным для людей любого возраста в том числе для беременных женщин это значит что все питательные вещества которые как ранее считалось мы можем получить только из животных продуктов мы можем в достатке получить из растительных источников белок железо цинк кальций жирные кислоты омега-3 омега-6 в изобилии присутствует в растительных продуктах и у нас нет никакой необходимости получать эти вещества из животных продуктов я свои проповеди свои видео так как пытаюсь как бы донести до до двух типов людей первое это люди никакого отношения не имеющие или не хотящие иметь к религиозным всяким направлением мира сего не христианству не тому к мусульманству не к любым восточным направлением к иудаизму еще к чему-либо и к людям религиозной направленности которые читали какие-то якобы священные писания ну поэтому вопрос по поводу того что веганство не является полноценным питанием конечно же это результат тысячелетней пропаганды ни одного тысячелетия пропаганды начиная со времен первых человеков адам и ева о том что веганское питание якобы неполноценное конечно же это не так когда я говорю о первой группе людей которые никаким религиям себя не относят к ним не хочется сказать простую вещь ну хорошо вы всю жизнь слышали что якобы веганское питание неполноценным изучите вопрос с другой стороны действительно когда вы коснетесь этого вопроса то вы убедитесь в том что вы просто стали жертвой пропаганды потому что конечно же мир лежит во зле и миром правят злые люди и в руках этих злых людей все телевизоры журналы газеты интернет уже да все масс-медиа самые популярные самые известные у них куча денег они даже подкупают готовы подкупать и продаются изначально какие-нибудь нищие но честные люди но за деньги готовы ради богатства продать свою правду ради которой они всю жизнь жили конечно же если вы начнете изучать вопрос но есть и наоборот есть кстати люди из тьмы переходят на сторону света и вот если вы начнете изучать вопрос питания я в принципе не могу вам дать конкретный оцик тоже меня это вообще не интересует но сказать об этом вот в цикле этих видео я считаю конечно же нужным и сам я соприкасался с этими материалами просто я их не собирал я их там не складировал нигде эти ссылки потому что я буду обращаться когда ко второй группе людей людей так называемых верующих религиозных сам я являюсь христианином и для меня христианство веганство это одно и то же понятие это неизменные понятия христианство невозможно без веганство как хотелось бы чтобы веганство кстати не было без христианства потому что очень часто веганы действительно бывают зациклены только на любви к животным при этом человек может быть самый негодный я таких ну в интернете встречал в реальной жизни нет в интернете видно заходишь на страничку там такая безовщина у него еще да помимо любви к животным что думаешь этого недостаточно ну вот и по поводу первой группы людей изучите вопрос о полноценности неполноценности веганского питания хотя бы на хоть какое-то время час-два день абстрагируясь от пропаганды того что веганство это неполноценное питание и вы увидите такое множество свидетельств таких людей о которых вы как бы слышали их имена но никогда не знали о чем они говорят вам нужны научные доказательства пожалуйста посмотрите там мир науки так называемый там от этой науки на самом деле да вот что говорят ученые которые исповедуют веганство или даже не исповедовав веганство зачастую вынуждены признать там те-то и те-то и те-то факты в пользу веганство вегетарианство даже допустим изучить эти вопросы конечно же убедитесь в том что это так по поводу религиозных людей особенно кто признает библию а особенно к так называемым христианам которых я именую псевдо христианами в мире известных как православные католики и протестанты вы знаете прекрасно о том как был сотворена земля бог это не тупица и не круглый идиот бессердечный и конченый разбойник который которому не хватило ума создать идеальный мир вы читали прекрасно первую главу книги патия и знаете что бог это абсолютная любовь и благо это сама сущность добра и всего самого светлого именно этот бог создал прекрасный рад рай в котором никто никого не убивал и в котором никто не нуждался в убийстве потребления трупов убитого живого существа и то что якобы произошло после потопа и якобы бой бог разрешил ною убивать и всем и в лице его всему человечеству убивать животных и потреблять их трупы это лишь обман пропаганды религиозной пропаганды на крючок которой вы все подсели бог который есть абсолютное благо он неизменен он не творит сегодня добро завтра зло он благ всегда и во веки веков и поэтому если вы действительно исповедуете что бог есть любовь бог неизменен бог свободен да но он не изменен в то чтобы творить зло он свободен творит зло но он всегда творит одно благо он никогда не будет менять законы так называемого бытия в угоду по хотям и грехам человеческим более того он и не может это сделать почему опять по той же самой причине что несмотря на его свободу он остается абсолютным благом вот и все зло в мироздании творят только люди и падшие ангелы вот и все но злые люди добрый плод доброе дерево худых плодов не приносит естественно люди добрые не творят вот вам ответы на по поводу скудности спокойный человек в раю должен был питаться всем что дает земля и чувствует себя прекрасно даже наслаждаясь жизни ибо это был рай на земле давайте еще один аргумент рассмотрим посудите сами самых крупных и самых сильных сухопутных животных на планете носорогов слонов и бегемотов объединяет одно качество они все травоядные то есть получают все необходимое исключительно все необходимое исключительно из растительных источников у человека и гориллы совпадает 98 процентов днк и гориллы травоядные это по поводу начинают там кишечник какой-то еще пожалуйста вам при этом они прекрасно себя чувствуют и получать достаточно белка для поддержания своей физической формы сил и жизненной энергии это по существу доказывает что все эти вещества можно получить из растений а это значит что на нем что нам не нужно добывать их из животных из трупов животных заметьте даже не животное это труп животные человек заметьте он даже не хищник он падальщик он поедает трупы он не неживую жертву растерзывает собственными зубами выпивая ее кровь все кто труп ажоры это падальщики обычные падальщики вы пожираете трупы трупы живых существ падаль самую настоящую уже тоже даже не животное это уже его тело труп вы труп ажоры я вас поэтому так и называют и не обидное слово это правда которая которая почему-то странно но причиняет вам боль почему разве правда кого-то обижать обижает вообще правда не может никого не обижать не можешь кого-то обижать вернее она она просто правда это посвящено доказывает что все эти вещества можно получить из растений а это значит что нам не нужно добывать их из животных и уж тем более опровергает утверждение о том что все эти вещества можно получить только из животных продуктов я вам зачитываю тексты некого эда землянина проповедника веганства родом из англии он человек абсолютно не религиозный поэтому может быть слышите немножко не кто меня знает уже или знакомиться с моими тоже проповедями конечно же и он человек не религиозно поэтому говорю да я хоть и зачитываю на специально затеяла серию этих роликов и и пользуюсь специально текстами это чтобы немножко расширить так скажем кругозор и своих проповеди на разные контингенты группы людей дабы принести больше плода ну конечно же несмотря на то что в мире действительно ну пожалуйста если вы не относитесь к людям там верующим в бога исповедующим любовь свободу и бессмертие в любой религии или вообще не принадлежите никаким религиозным конфессиям чтобы они там не исповедовали пусть даже самый сатанизм посмотрите естество знания вы же знаете такое на природу только посмотрите на нее чистым сердцем конечно же если вы заранее себе ищите отмазки отговорки для продолжения творения зла ну конечно вам ничего не по не поможет вы найдете для себя худший пример мы уже с вами в предыдущих роликах об этом говорили кто смотрит последовательно цикл этих моих видео о том а о том почему я не веган да то конечно же если вы ищите себе просто оправдание как в общем-то это и назвал серию своих там видео до видео ответов и текстовых они у него есть то конечно же вам можно найти как можно муж просто с вами о львах поговорили в прошлом видео да вот мы с вами говорим пожалуйста вы действительно за ведь нет не тяжело задуматься ведь человек нормальный здравый человек глядя на себя понимать что в принципе он какое-то высшее существо в нем есть что-то высокое во мне есть то что я выбираю и даже глядя на природу никто не хочет жить на скотобойне ни один из человеков сам нормальный у него он даже когда видит животное у него не возникает внутри чувства побежать и вцепиться в глотку тот инстинкт который по человеческому греху от начала сотворения мира появился у животных у человека нет этого чувства у нас нет желания вцепиться в у нас не наливаются глаза кровью когда мы видим там пульсирующую артерию зайчика курочки или бычка или теленочка или курочки ни у одного нормального здравого человеке а таких людей 99 наверное все таки пять десятых на земле это минимум если не 99 какие вы хищники вы вот травоядные на самом деле нету человека никаких хищных инстинктов о клыках мы будет еще уеда отдельный вопрос ну я с радостью тоже выделю в отдельное видео чем больше будет хороших добрых и светлых видео в интернете проповедующих правду тем лучше но травоядные животные посмотрите на них буйволы слоны бегемоты это огроменные животные одна их не масса чего стоит где они набирают такие массы быки посмотрите на них коровы неважно мужской или женский род у этой особи это же огромные животные а динозавры которые безусловно когда-то жили на земле вместе с людьми и наверняка были в десятки раз больше нынешних животных тоже как говорится были и травоядные и плотоядные хищники так почему бык спокойно все это ест и почему у него есть силы на все значит самой траве все это есть вы просто зазомбированы там какой-то кишечник на три сантиметра больше или меньше там услышали где-то врачей а вы проверьте эту информацию а у гориллы кишечник такой у нее строй она ходит даже на двух ногах практически днк на 98 процентов совпадает а свинюшка узнайте насколько она по всем человеческим органам человеческому строению идентично человеческому телу а вы узнаете что оказывается уже один за одним органом берут у свинюшки с какой целью уже сердце от свиньи пересаживали печень пом пересаживали почку пом пересаживали там я не особо увлекаюсь так мимоходом я всем это конечно приходилось тоже сталкиваться но я не глубоко лезу в эту тему потому что я человек верующий знающий в то что бог есть любовь свободы бессмертия мне в принципе все вот эти внешние доказательства не нужны о чем я конечно же теперь взываю и к религиозным людям если вы верите что бог сотворил все бытие из любви с любовью для вас должен быть только один критерий это любовь убийство это любовь нет насилие слезы смерть страдания это любовь нет так что я выбираю мы из ролика в ролик повторяюсь что в принципе все почему люди употребляют мясо труп если быть правильным тушь мясо это слово придумано искусственное кем пропагандой чего тьмы убийство и насилие люди питаются трупами убитых животных убитых специально до них но тех кто их потребляет от обычной падальщики они делать только из одного из-за похоти своего чрева и гортана бесия все нету другой никакой причины никакой следующий аргумент очень хороший давайте его с вами тоже рассмотрим эта практика естествознание которым я все равно буду прибегать безусловно посмотреть на мир окружающий нас какой еще лучше может быть эксперимент проведенный чем эксперимент над человеком хорошо вы пока сами боитесь на себе эти ставить эксперименты хорошо посмотрите на других давайте почитаем что пишет это в мире существует много спортсменов питающих только растительной пищей например боксер дэвид хэйк игрок в американский фейбол дэвид хартер самый сильный человек германии патрик баблумян кстати у вас на экране не маленький такой да он армянин по моему и вот он в германии живет это просто человек скала пожалуйста вега я у него были картинки фотки где у нее тут надпись там я веган футболки там вот но мне никак не очень мне понравилось дело с листком во рту многие бейсболисты баскетболисты игроки в американский футбол футболисты рэкбисты практически в любом виде спорта и спортсмены веганы или принадлежащие придерживающие растительной диеты которых своих интервью рассказывают о том как после перехода на растительное питание улучшилось их состояние здоровья спортивные показатели сила и выносливость слушайте современный мир это даже не сказки но реально есть интернет реально сейчас каждый себе может позволить проверить любую информацию вот вы слушайте меня вы знаете я грудь стал конечно веганом веганом из любви к животным когда господь меня просветил и все остальное для меня не имело значения но действительно когда я соприкасался и все глубже глубже с этой темы с аспектами я удивился что я не один такой и более того вот это да аргумент что там мне до лампочки лишь было там питание является ли она там полноценным или нет я никогда сам не убивал животные и понимал прекрасно что я просто оказался до жертвы пропаганды дурного воспитания своих родителей потому что это мне их не за что погладить по головке и собственного тупоумия до покаяния пока господь до тех пор пока господь не про и жестокосердие тупоумие жестокосердие до тех пор пока господь не явился мне явив свою природу до которой есть абсолютная любовь и свет и радость и мир увидев которую вот этими вот глазами ощутив которую вот этим вот телом я понял как я должен жить чтобы быть счастливым и когда я действительно стал смотреть интересоваться все равно как бы где-то выскакивает что-то я удивился посмотрите вот эти вот бредни что питание там не полноценное да я сам по боли у меня есть разные болячки но веганство это не об этом но если вы зайдете в больницу в любую и сейчас здоровье мы на отдельный конечно вопрос выделим но здесь надо об этом сказать питание очень часто со здоровьем все это да со здоровым питанием не зря есть даже это понятие здоровое питание несет здоровье или болезни вот и меня здесь просто оговорюсь что болеют все но в то же сам больниц если вы сделаете опрос много там будет веганов да ни одного практически который случайно туда забрел зубы полечить но труп ажоров будет 99,9 процентов убийцы падальщиков и когда ты узнаешь вот такие вот вещи что и и там тоже вот это ложь пропаганды что там ты без сил будешь худенький будешь худенький я решил тоже уэда нету я решил в отдельный вопрос сам выделить тоже как оправдание аргумент но я тут уж я смогу и собой засвидетельствовать я не худенький во мне приросте сто девяносто восемьдесят пять килограмм я худенький по моему по мне видно что не худенький это при условии что вот именно я ничем не занимаюсь когда я занимаюсь я еще раздувать и силы у меня есть у меня есть проблемы со здоровьем а у кого их нету веганство это не о здоровье болеют все что труп ажоры него не болеют они вообще из больничек не вылазит у веганов даже мышление другое они реально меньше болеют не считая попущение господних для испытания светлых людей или для вразумления может быть даже веган вегану тоже рознь болячки в этой жизни по разным причинам поэтому их из этого так скажем ролика удаляем из этого оправдания но сам продукт когда действительно люди в полном здравии посмотрите какие великие спортсмены какие великие рекорды они ставят это мировые рекордсмены олимпийские чемпионы какая-то велосипедистка там я помню смотрел все узнал русскими нет не русская американка чистой воды такая белокура четверократная чемпионка мира с тех пор как стала веганка она конечно до этого была не слабых и званий и достижения стала веганкой и четыре раза стала олимпийской чемпионкой на этих на великах там гоняют они по кругу на этих спортивных кольцевых ее никто не может догнать она как угорелой несется ну что и что это исключение в это было исключение вот вам пожалуйста да патрик бабумян да там такой лось человек собственной жизнью свидетельствует и это что здесь конечно это вы думаете что полный список что ли это привел я когда сам стал это можно выписывать есть ролики там вот прям как знаете титры после фирмов идут перечисления этих людей дел даже я не беру там людей вообще там как сказать мы же сейчас говорим о физической силе что на неполноценное здоровье все-таки связывается мы сейчас не берем болячки а естественно здоровье или естественно нехватку просто энергии от питания мы не берем яру болячки поэтому не берем там известных людей там просто разных вообще профессий а ведь таких людей полно действительно и полно веганах в разных тяжелых профессиях просто люди неизвестны ну кому известен там сталевар с какого сибирского российского города ну кому он нужен а чайку слышал принял добро в свое сердце и стал веганом но кто о нем узнать никто конечно не знает личный итог свидетельства у меня даже есть недавно появился друг в общении такой да и вот он тяжелым физическим трудом сколько лет занимаюсь и на заводе работаю ничего да но это лично свидетельство немало известно конечно же у нас отчего весь мир фанатеет спорт да поэтому актеров там брать не будем хотя извините возьмите там актерскую профессию да не с этих студий не вылазит по два часов снимаются могли бы они это делать если бы они или певцы там шоу-бизнеса люди вот этого мой кстати их можно всех сюда я даже сейчас даже по ходу подумал почему мы их отметаем да вы знаете какую не график от кстати что языком вот милить что выступать вот это особенно концерты песни пляски да и они там выжатые как лимон оттуда выползают у них концерты по часу по два по три по пять от мечтая подготовки нервов стресса и как они выкладываются на сцене а у некоторых гастроли за гастролями спросить у них у них у веганов посмотрите сколько звезд известных знаменитых певцов певиц актеров актрис веганы и никто из них не жалуется на здоровье более того основная масса хотелось бы верить в это конечно нет статистики ну так судя по каким-то постам не знаю насколько они в реальной жизни активно тоже там один пост есть но они действительно стараются я вижу проповедовать все-таки репостит же их там слова высказывания цитаты фотографии какие-то с подписями да о том что они проповедуют стараются нести этот свет проповеди о любви к животным веганство как любви к животным и отказа от их убийства и пожирания их трупов более того многие топят даже именно за здоровье что это и просто улучшает общее здоровье и вот именно предотвратит твои будущие болячки о которых ты сейчас может даже не думаешь пихай в себя все что угодно очень важно естество знания вот она пожалуйста если бы эта наука была железная как любит ой наука научные факты где ваш научный факт это исключение достаточно тех веганов которых вы найдете в интернете заду это известные только люди я говорю задуматься что они вот так вот проповедуют от своего образа жизни значит что-то не так с той пропаганды с обратной стороны которая лапшу на уши вешает что якобы ты завтра бедный помрешь там без без куска трупа это же чушь собачья чепуха вот так вот так что всем рекомендую с этой информации ознакомиться возможно она действительно поможет вам ну и в принципе мы уже подходим концу так скажем этот ролик у меня такой поспокойней у нас нет причин продолжать пишет есть животных нет этому и моральных оправданий не можем получать мы можем получать все питательные вещества витамины минералы и другие полезные соединения необходимы для нашей здоровой жизнедеятельности из растений более того потребление животных продуктов является причиной наиболее распространенных в нашем обществе серьезных заболеваний сердечно-сосудистые заболевания которые некоторые виды рака диабет 2 типа стереопороз болезнь альцгеймера инсульты почечная недостаточность и так далее основной причиной всех этих заболеваний является потребление животных продуктов при этом переход на растительное питание то есть на наше с вами видовое питание от начала сотворения мира я добавлю может не только предотвратить появление этих заболеваний но и излечить некоторые из них уже кто ими болеет на сегодняшний день большое количество людей излечивается от сердечно-сосудистых заболеваний а также от диабета 2 типа просто переходя с продуктов которые их убивали на продукты которые поддерживают и здоровье и дарят энергию и долголетие поэтому нет у нас нет необходимости потреблять животные продукты и все эти ужасные вещи которые мы творим с животными совершенно не оправданы в них нет никакой необходимости и морально оправдать такие действия мы не можем еще раз подытожу теперь уже я первое кто там верит во врачи во все вот это вот в науку пожалуйста что действительно уже громогласные ассоциации но и отсылается там американскую на британскую диетологические эти организации посмотрите вы найдете множество публикаций достаточно именитых или не очень врачей диетологов разного рода эрю сами ими разного рода ученых в разных родах близких таких областях там сами которые и являются веганами и доказывают которые вынуждены и хотя бы не пытаются скрыть тех неопровержимых там доказательств какие при проведении каких-то исследований которые подтверждают правоту веганского так скажем вероучения да я буду религиозным языком тут в помеси выражаться вот и вы узнаете что конечно же все по крайней мере было не так бело и белыми нитками сшитыми как это показывает нам пропаганда тьмы я так и буду прямо называть сатанизма девальщины в том чтобы мы должны убивать животных и пожирать их него трупа такой средний переход скажу для здравых людей неважно кем вообще являетесь какой религиозной конфессии отнесетесь просто включите мозги мясо его не существует это труп только что убитого живого существа который буквально через час даже на солнце просто начнет разлагаться в нем заведутся черви опарыши и прочее другая живая органика есть в это не будете она звоняет она будет противно фрукты овощи на солнышке только наливаются в трупе подобного вам живого существа ничего нету ничего вам нужного нету и хоть сказать последнее для религиозных людей хоть раз читающих библию хотя бы впервые в жизни может быть читавшие когда-нибудь один раз я вы впервые может быть один раз навсегда может еще рискнут прочитать первую главу книги бытия бог не ложил в закон жизни противоположный закон своей природы это закон любви бог не ложил ничего полезного вплоть живого существа чтобы другой другое живое существо убивало это живое существо чтобы из его плоти что-то получить полезное все живое на земле питалась так называемым не то что не живым понятно природа вся живая но живая и чувственно это разные слова есть природа природа чувственно а есть бесчувственное так назовем в ней нету сердца у нее нет нервной системы она не чувствует боль ну как вот у нас вот у нас бог так положил интересно кожа слазе до волосы вот скажите вы когда вам волосы отрезают вы сами в парикмахерскую ходите вы кричите на парикмахера вам больно то что вам волос стригут нет ногти нам грызут грызут стригут и сами когда грызем больно нам нет неужели мы на таких примерах не можем понять что есть природа чувственная ведь ногти то растут стригем каждую недельку а то и чаще волосы вон растут не успеваешь подстричься везде растут больно мне не больно а то начинает до это тем мы еще дойдем до то что трупажоры начинают лишь бы оправдать свои беззакония веганам тыкать что они огурчики с помидорчиками убивают но посмотрите на свой ноготь он же не чувствует боль хотя в нас мы все пропитаны окончаниями нервной системы через которую и через силу мы тут уже чувствуем боль даже под ноготок не дай бог что попала все кричу караул как анти холочка зашла булавочка еще что попало да все ноготок чуть другую сторону где-нибудь все отмеска то отрывается к чему присоединенный караул больно кричу но сам-то ноготок все спокойненько стригу и все и не жалко волосики сам себе подстрихали кто-нибудь и все хоть сам машейкой бреюсь я же не кричу караул он еще и довольствие испытываю когда машинка елозит вибрирующие задумайтесь над этим задумайтесь над тем что я вам сейчас говорю это же настолько просто и понятно в природе есть чувствующие вы религиозники вы же понимаете это вы же видите что бог вам и аргумент трупажоров не надо будет потом оправдывать по поводу огурчик помидорчик вы же читали библию вы же верите в бога как казалось бы всем кричите в бога любовь сотворившему все вы же понимаете что это абсолютное доброе благое существо которое всячески во всем все что вы потом читаете это уже грех падение человеков огурчики с помидорчиками не испытывают боли а живое существо чтобы понять что он испытывает вам достаточно для этого глаз чтобы видеть уши чтобы слышать и кожу чтобы чувствовать но и сердце что после этого восприятия всего ощущать и ум выбирать когда вы видите что животное корячится от боли и кричит и просит не убивать его все что вам нужно ничего больше вам достаточно этого а еще у вас есть вера во что в свободу выбора даже перед лицом смерти о смерти вы знаете не существует все у христиан идеальное вообще идеальный фундамент идеальное основание быть веганами они знают не только верят знать должны кто не вчера во христе родился что бог есть вечность жизнь бесконечная свобода да поэтому и нам все беззаконие попускать делать друг с другом но он есть абсолютное благо и мы в этой свободе должны избирать только добро ибо когда-нибудь христиане исповедует будет разделение я бы никому не пожелал оказаться там вот так вот так что эти оправдания как гэт я с ним полностью согласен не имеет никакого под собой фундамента веганское питание это наше видовое от начала сотворения мир богом созданное питание еда и бог не изменен и ничего от начала времен и до конца вечности не поменяется бог есть любовь пребывающий в любви пребывает в боге и бог в нем осеющий смерть вокруг себя по всей земле от смерти пожнет тление долит есть боя для вас Продолжение следует...